друзья здравствуйте что-то у меня появилось настроение поснимать походить по теплице что да как потому что цветет сейчас очень мало чего прям совсем аж два растения на весь скоб но зато там радует ростики корешочки это не зацвела котлейка боролась она не с трипсом но вывела его два бутона съела котлейка если брать по размеру она вот такая вот этот сорт этот бирка есть стараюсь мирки чтобы были всегда потому что ну мало ли что одну коллекция имеет название ну вот это вот дома море хелен браун красиво она очень ароматная пахнет лимоном и цветок у нее очень такой плотный классные губа классная такая нарядная цветет у меня старый фаренопсис такой вот с листьями с которыми я борюсь пятнами но смотрю листик уже новая вырос без гадов ахо прошлый вот был лечу его стараюсь хотя растет цветет ароматный это старый такой гибрид гиганты на велосипед индиго там сзади цветоносик на ванночке у меня моих ванды всего четыре штуки больше не держу выбрала себе самые основные сорта постоянно посмотрю который цветут продажные красиво но таких огромных растений тоже содержать много нельзя наверное вернемся тут сейчас пойдем походим зайду немножко навела порядок отсортировала растения башмаки фраги к башмакам здесь у меня самое такое мокрое место как я называю здесь стол немножко просевший собирается вода и я сюда поделила фраги посадила они вот это болото любят у них наращивает хорошо массу здесь корни в общем трехопилию туда засунула это трехопилию маргината есть вот она и вот тоже она вот любит чтобы влажное содержание и субстрат у нее был не засолен иначе она скидывает корни сколько я вот боролась с ней только поняла что должен быть в основном это кора внутри тархиата да а снаружи мух вот даже можно видеть постараюсь приблизить камеру корешочки им так хорошо активно идут а это у меня лежит какашки аргавит это натуральное конское удобрение я везде подобавляла особенно вот таким прожорливым растение типа башмаков целогир и не так вот хорошо стали расти потому что не хватало это у меня здесь фраг самый старый не море дик на климент на беси на нужный бирка стерлась а нет в бирочка есть у нас да не море дик на так что у нас тут дальше тут у нас в углу наконец-то я определила свой бульбаж этот бульбаж бекаре большими листами я сделала коряву из кипариса мы срезали дома кипарис и вот эту коряжку оставили и я вот этот блок который он был запихала мха между ними синенькой ленточкой а при фиксировала и вот здесь у меня в этой штуке хулер для воды старый весь меня вот постоянно вода я ее периодически сливаю потому что начинает заводиться комары вот здесь я прикрепила еще снизу блок стилками тоже так хорошо растут и в эти мелкие места между бульбажом на что вот рост хороший пошел вот когда посадила его определила сюда он сразу пошел в активный рост тут листья выросли и начала присаживать сюда я даже не помню как она называется на цветет такой красивый цветочек три лип у него раньше был здесь бульбаж это бульбаж ретикулатом тоже красивый но на блоке он плохо растет ему нужна постоянная влажность а здесь вот сохраняться стала влажность такой микроклимат получился здесь еще мелкий бульбаж очень сдавают заселение производиться всякой мелочи так дальше что у нас вернемся к моим башмакам башмакам башмак у меня два года не цвел два ну наверное все три он не не цвел потому что у меня фото есть которому очень много лет это бульбаж фанатику еще тогда он продавался малия пенси на микранту такой красивый у него крупный цветок и вот он кстати цветонос как он выходит вот он и здесь вот попробую заснять там вот чуть чуть начинает уже выходить бутончик так дальше вот это у меня были баши это леокохиллумы да это леокохиллумы некрупные были кустики получается корни у них хорошие были а розеточки отсвелшего даже можно видеть и пришлось поделить потому что куст большой она так хуже растет и у всех были свои корни вот они стали выращивать деток и детки растут очень активно когда вот на мамке старой мамка это значит это отсвелшая розетка здесь ее она уже просто листики убрала есть еще есть но видно вот одна жирная детка 2 и вот эти детки у меня выросли буквально за месяца два очень быстро и я думаю что где-то через месяца 3 они уже и зацветут здесь у меня это белоту тоже отсвелшая розетка по-моему 1 и несколько три уже подростка можно видеть что даже акклиматизирую я их как многие нас болоте действительно они так на расчет очень хорошо корни когда вот больное растение но субстрат должен быть пушистым есть кора мох этот перлит иначе если субстрат засоленный лишняя влага он просто загниет здесь у меня башмаки почему ставлю палочки когда пересаживаю в новый субстрат чтобы листья не падали а имели такую ровную часть особенно это вот башмак кто это гибрид на сандериану крупный большой здесь башмак михаэл колоповец мишель мишель колоповец вот такой вот тоже пересаживала вот так как он крупный но не настолько и и он он не имеет большие розетки и красивое цветение этот фраг башмак он имеет большое цветение такой большой цветонос но он и сам достаточно крупный здесь остался у меня цимбитиум 1 черный каскадник здесь я оставила кстати вот еще башмак а тоже уже цветонос уже там черненькая вот сидит внутри это когда пальцами раздвигаешь иначе не видно можно видеть темненькая да это у меня будет башмак свести конколол конколор на лапе вундер в общем не суть но красиво будет интересно что получится вот одно видела красиво значит здесь башмак они башмак полинопти шишель ириана тоже вот влажноватенько здесь тоже фалик один это очень тяжко акклиматизируется он дальше у меня там лекарства сзади стоят это меня получается и показываю самое мокрое место где вот выращиваю башмаки тут лекарства дальше от меня остается что горшки большие по 25 сантиметров дальше 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 это не пугайтесь листик отмирает я лишний раз не режу это у меня пережившая жару ох как они не любят жаруют и камормиум сквалидиум не любит он просто начинает гнить весь вот особенно это высыхает и сразу сгнивает были росты новые сгнили но и корневая сразу плохая становится я его растормошила отрезала то что не нужно смотрю уже как бы новые росты папах похолодала его поставила на бетонный пол хоть какая-то прохладно причем брала его сверху ну ничего пошел здесь у него субстрат мух кокосовые чипсы архиата и камушки дальше пойдем здесь целогинка акклиматизирующая кстати красивая брахиоптера нее цветонос выходит вот изнутри вот этого зелененькая мне кажется что все таки она будет свистеть тоже можно увидеть какашки она прям пришла мне сухарь сухарем и вот эти рост они уже начали давать корни получила и месяца два назад здесь у меня кто это этаж этот крестат а здесь подарок подружка не подарила подарок паре анжелина всю жизнь хочу шелериана ну вот покупай ее раза два и но не везет не она мне сгнивает там этот она мне купила шелериану с таиланда чем такой классный кустик я не ожидала открывая коробку там шелериана мечта моя и такой классный кустик был и я вот решила его посадить глиняный горшок вместе конечно с блоком и вы делать ростики они подпивались новые ростики лезут тут еще мне кажется что все таки вот этот ростик вот он он будет с цветоносом но это прям вот класс если она зацветет вот такая вот и получается что что я посадила я посадила в архиата здесь а сверху я тоже заложила мхом и в итоге влажно мог влажный хотя поливала и два дня назад но мокро нету такая вот шелерианка будет у меня расти моя личная здесь у меня сафронитисы но не кстати вот при пересылке у них вот эти материнские розетки которые взрослые после цветения видно что он обильно отсвел он сбрасывает нижние листья такой страшненький неказистенький но вот эти вот на маленькие новые ростики он дает и они когда вот нарастают массу в месяца три пройдет он тогда будет пушистый красивый и всем будет нравиться а сейчас пока он лысенький вот у меня тут два здесь маленькие дендрики когда такие камень я отсаживала здесь есть дендробиум дендробиум я все не помню его название на такой имеет вот плоские бульбы плоские такие интересненькие вот этот дендрик у нас компрессум такой похожий на салькатума цветочки но эти вот бульбочки хотя вот и салькатум он тоже достаточно плоские похожи друг на друга и просто братья никак у меня не акклиматизируется хаулете одоротисима никак то она дает рост и то она вот это кстати рост он вырос у меня но как же она их начинает есть я уже так не пересаживала и так но не всегда у меня получается вот как хотелось бы рассказывать писать можно очень много но каждое растение индивидуально либо она у тебя пойдет либо ты будешь плеваться дальше чем видишь кстати вот эта бульба мне вот нравится такая налито корни есть корни дает но был ростик ростик сбросил лист пока она такая страшненькая дальше не идут лекарства японские тоже одни одни и те же лекарства это вот это желтеет бульбана сида это я для того чтобы вытянуть свои росты там рост и тоже есть на других лекарствах но тоже она вот потихоньку начинать съедать задние пульбы пока не нарастет у меня нормальные бульбы она не пройдет там климатизации мне кажется это будет где-то будет что тут у меня еще есть интересного это анцидиумы анцидиум варигатный и вот это и вот это растение это одно и то же был один кустик он был вместе только получается эта часть не варигатная а то варигатная хотя они у них у была общая резома и вот расчет интересно вот один но не цвел два года он у меня не цвел ни разу дальше этом сзади стоит башмак вот мне кажется что он такой маленький нет он огромный и он мне отдал два цветоноса будет цвести это сейчас скажу кто 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 в общем стиля 7 свифт вот у меня цветет каждый год красиво так дальше посмотрю что там у нас наверху висит висит у меня пендулум дендробиум красавицы но сейчас тубер где-то сантиметров 50 на камере не видно горшок учесть 25 сантиметров вот тубер весь выходит растет стараясь держать макроват это да вот он подкармливать хорошо тогда дендры хорошо растут так пойдем дальше дальше у нас тут акклиматизируется трихо центру тигрину дал новые ростики а с ростиков уже вот пошли новые корешочки тоже посадка архиата сверху мог влажная потому что я вчера поливала как здесь у меня кто это перковенсис котлеи вот одна вторая они кстати мини не крупные растут два ростика хорошенькие здесь гибриды набросовол и сейчас вообще мода какая-то на них пошла таиланде их выращивают массово желтые оранжевые очень похожи на майка и майоми но цветочки все время разные такие они видно ценят их за небольшой не крупный размер тоже по пересаживала все котлеи крупные горшки так как они уже стоят все вместе с копом в этой части стоят уже такие большие котлеи которые не требуют особого внимания просто полил и пошел дальше что у нас тут у нас тут можно увидеть цветонос цветонос на yellow bird желтая птичка так это у нас тоже дома так это у нас котлеи стаиланда климатизируется которым пришли без корней это красивый такой гибрид если вам права вот так дальше ландочки я показывала здесь я поставила перед вандами на целогиновые каких-то логиновые господи стонгопеевые вот это у нас ацинета гибрид тоже цвел пока стоит стоит потому что быстро сохнет если я повешу он будет у меня сохнуть через два часа мне хоть как-то надо влажность сохранить кориантес я его конечно пересушила в хруст но по-моему он все-таки у меня решил цвести вот он вот он вот она по-моему да потому что у меня уже давал цветонос не мое растение там девочки так что я довольна и домой кориантес который цел и все-таки два кориантеса а насколько они разные и дальше минут есть на стонгопеи цветонос я и в прошлом году делила может кто помнит кто видел вот он цветонос он идет вдоль субстрата и наверное он выйдет где-то вот на вторую сеточку железную и как раз вот выйдет цветонос когда он начнет опускаться больше к этому к столу тогда я уже не подвешу а пусть так мне легче сохранять ее влажность так так там здесь уже растения это валькирианы голубые так здесь у нас фарбези котлеи эти психопсис и светоносами здесь тоже немножко стоят отдельно так ну по столам сейчас мы закончим здесь бульбаши бульбаши надо будет послать тоже не мои красивые разные виды человек увлекается так что тут у нас сделала сеточку для блочников 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 осталось немного здесь у нас гроссогурдия потом дендропин плоский это интересная штука вот кракозябра а вот раз цветонос и вот тут еще выходит вот 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 взялось не хочет не хочет вот вот он еще один цветонос это аэрангис фактулуза по моему да фас тууза бульбашек это фростик и здесь классная штука такая я две штуки получал гастрошилус абикус из крупных дальше 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 такого ничего интересного разные деленочки которые пытаешься дорастить это у меня котлей шалериана тоже пошли в рост где эти что в корее это постарше эти что ванхи это помладше ну как по мне они уже стали одного роста здесь у меня акклиматизируется шрёдери немецкие тоже немецкие гаскелианы вот у меня здесь как бы столик стоит растение которое требует большего внимания поэтому они отдельно стоят от других кто-то там корешочки наращивает у кого-то там ростик ну в общем ослабленные растения немножко стоят в другом месте чтобы я больше не делала внимание здесь это уже чужие растения готовлю на отправку чтобы просушить что-то у меня тоже растение требующие особого внимания это целлогина но название сейчас не скажу ну акклиматизируем дальше уже пошли мои то есть моя пурпурата стриата то что желтые тубера у меня стояла в другом месте очень солнечном где дендробиуме и она желтенькая такая светленькая дальше чтобы у нас котлея зип на или цвела здесь ледоманиана тоже в горшке тоже архиата и сверху мух и вот классно им получается здесь уже более взрослое растение это гибрид вам миура здесь я пересаживала из-за мха в кору амазинг когда я это делаю я это делаю когда у меня уже растение поросло там три месяца полгода год и я немножко размачиваю мох но там есть корни живые хорошие мои и вытаскиваю мох и уже сажаю в кору несколько дней не поливаю потом начинаю поливать на правильно на пролив никогда ничего не замачиваю объясню почему потому что всегда начинает перемокать корневая перемакает корневая потому что при окунании получается что в самом внутри благо всегда остается очень долго и если она не высушивается как мы поливаем на пролив параллелу где вода задержалась где не задержалась и все на этом закончилось а при окунании это гибнет растение пусть не сразу со временем кто рассказывает а вот нет я окунаю там все и хорошо давайте поговорим с вами через год на этом как бы почему-то никто больше не пишет что тут у нас потому что я также поливала окунанием и считала себя самой умной нет дура была здесь у нас цветоносик ручки чешутся разорвать чехол естественно не хочет взять попробуем так вот цветоносик два года не цвела эту даму красиво у меня white spike панда одна была из первых цветущих котлей и все-таки я жду меня такое приятное впечатление красиво здесь меня чехольчики чехольчики плохо видно плохо видно ну ладно поверьте мне на слово чехол в одной части и другой это белый ремонт красавица от вихмана который является его эмблемой он его то продает то не продает что-то у нас дальше нас тут написано у меня паркурата а коды но это не паркурата это по-моему шиллер на максиму как по цветам красивенький цел здесь я не наверное никогда не дождусь потому что мое терпение скоро лопнет но нет такой интересный гибрид двулистный красивый цветок это я у люка покупала наверное я покупала еще когда была вот эта часть растения ты тоже моя но она никак не хочет цвести здесь тоже растение того же люка в варнере семью альба такая дама коренастая не листья большие но она сама по себе не крупная корни хорошие да и стала добавлять уголь шашлыка что у нас дальше здесь оставила себе динар блю и он тоже сразу в кору посадила по что там корней было много ну я уже немножко научилась выдерживать баланс поэтому я легко уже пересаживаю в кору дальше что у нас тут что я сделала например на этой петле извините что не достаю потому что ну просто я складываю это три часа доставать не хочется так вот что я сделала это котле я надсекла резомы можно видеть вот красная и вот красная и с каждой части у меня вот этой части пошел рост и от этой части два роста я думаю что росты достаточно худовато они вряд ли будет свести но для наращивания куста потому что это у меня муси семеро семиальбовая и она росла в одном направлении для такого куста как-то не хотелось хотелось расширить куст и я решила вот это вот место аккуратно срезала ножом прокаленным и смазывала максима смазываем торт дальше что тут у нас это у нас большая который каждый год цветет но тоже я в этом году и и поделила и три роста три роста пустых видно что они такие худенькие ничего зато следующие будут пошире я все-таки надеюсь что у меня зацветет канхимиана цирулея было два растения у девочки которые у меня приобрела ее она у нее зацвела потрясающе красиво но очень красиво и я так обзавидовалась честно вот блин как это у меня не зацвела ну я за не очень порадовалась потому что очень красивое растение я слюни попускала и вот в этом году моя тоже выдала чехол я надеюсь что она процветет дальше что у нас тут дальше у нас здесь гибрид пурпураты на этот господи на варшевича дама такая странная она постоянно кривит пульпу чё на это дело растет ровно ровно потом раз такая закривилась и вот она у меня очень часто просто сушит бутоны я уже думала все это вирус он не процветет никогда следующий рост вырастает вот он чехол из него она процветает потрясающе очень красивый крупный цветок вот зараза опять этот нужная щитовка сейчас пойду мне проманал а нет это пустая уж ты обрабатывала постоянно обрабатываю проманал в бутылке разведенный где вижу сразу начинаю обрабатывать что эти годы окна открыты и не быстро залетает ну и вот этот рост может быть он достаточно толстый я стараюсь ее кормить видите какая корневая угля насыпала и все может процветет здесь у меня варшевич и типовая года три уже у меня конечно же она не цветет хотя можно видеть растение хорошая здоровая ростик думаю жирный должен должен когда-нибудь здесь у меня гибрид это этот с это его называемое название номер четыре буквы напомню так дальше на шрёдере 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 у нас то что у меня цвела букетом красивым растет ростик один на весь пуст я побоялась в этом году ее делить потому что там немножко как темная бульпа была не стала и этого делать думаю не хочу потерять куст учесть что растение не крупная сама по себе делить его жалко пусть растет да мне тенеброза цвёвшая типа night но не night красивая все равно получилось здесь у меня энциклия все хотела я себе и оставить кардиагера оставили честно ну класс очень класс так что у нас тут еще не хочет он еще пока цвести здесь уже отставила в сторонку большой куст это holiday happy holiday она не отцвела цвела четко с рощерками вот она вырастила снова роста чехол а этот рост саша конечно сломала ну нечаянно как бывает от него пошел новый рост так кустик растет и а кстати вот вот новый новый ростик еще вот этот сломал и он сразу пошел новый рост может все таки под сезон успеет дальше между твой штук у которой я когда-то сперлась от или таиланда и так нравится она свисает красиво я даже не знаю честно что это мне кажется серии хоевых может кто знает подскажет буду благодарна здесь у меня внизу стоят сделаем коряжки чтобы они по ней пози ползли то ванильке и вот я заметила что на полу им лучше чем наверху потому что плана прохлада и они вот лучше тянутся наверх чем другим что тут дальше пытаемся выйти 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 котлейка тоже это у меня место где прямо вот если взять можно видеть здесь солнце из меня дендробиумы я переставим из паркурата стояла то что светлая я переставила и сделала полностью для дендробиумов собрался мне цвести один цветоносик еще один цветоносик это все у меня рейнбо фэнтези вот эти култановские разные гибриды еще тут вот этот дендрик я когда-то привезла цветущий с таиланда а нет нет обманывание это не он это какой-то кусочек был дендробиума в две бульбы я даже не знаю что это было в посылке и он по моему собирался цвести узнаю что за сорт вот этот рядышком стоит у меня вот я привозил от его с таиланда мне понравился цветением даже фотографии где-то сохранилась и неужели он будет цвести ним не может быть там потрясающий цветок я уж схватила и скрыла все не отдал в теплице тогда так теплицей сложно называть как ферма и вот это вот я привозила 3 и вот он раз не цвел 2 не цвел но не хотела цвести и все ура пока снимала видео увидела это у меня дендробиум турсифлорум который тайландский тайваньский и вот рядом стоит дендробиум турсифлорум тот же только немецкий и вот можно видеть разницу это два разных дендробиум один сорт но разновидности его разные то есть это как максимальный размер он сразу и рост такой жирный дает хочу сравнить цветение потому что немецкий у меня цвел а тайвандский у меня не цвел и что тут у меня еще дальше здесь у меня еще может быть я тоже надеюсь два года прошло как-никак зацветет меня когда-нибудь этот американский гибрид вот так вот много буквочек все таки интересно что получится если получится опять что-то белесое как у меня тогда артист распустился тоже ами ну из-за этого же питомника американского совсем не артист и поэтому что получится здесь у каждого все цветет по-разному рост и растит и вроде и почки ну хотя вот сезон святения именно сейчас начинается вот артист он цветет постоянно уже надул почки он будет свести я надеюсь все таки этот процветет здесь у меня маленькие когда-то с одной бульбочки оставила дендробиум нобеля оранжевый такой красивый был в карге массово продавали что тут дальше 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 слоники дальше слоники потом которые эти букетами цветут красивыми это мутант тоже опять цветоносы дал но что-то вот он вроде красивый все ну что-то вот не больше обычные нравятся не мутанты в этом году у меня собиралась свести собиралась но было нападение на нее трипсов это ожог не обращайте внимание вот она это котлея это болит фольклорика и я это увидела я смотрю как бы растет рост а он как вот лист загинается внутри я думаю да что ж такое раскрывая а там был цветонос мы же начал расти и трипсы его сажали и после этого я стала максимум всех проверить на этих трипсов и они вот либо на цветущих заводится либо на новых ростах и представляете такой большой вкус собиралась фольклорика цвести нет вот это было очень сильно обидно от грустных мыслей отвлечемся что у нас здесь это у меня котлея тряная тряная пошла в красивый рост в корзинке и пошел уже рост на рост и на будет свистение 2 чехла один вижу где 2 а вот он 2 но она еще даже может свистеть с нового роста без чехла потому что я смотрю вот тут есть маленький не до чехольчик она кстати мне до цвела мой бульбаш знаменитый почему потому что он не цветет они цветет он только у меня я не знаю что он разжирел не хочет потому что я делаю с него деленки вот там по три по четыре по пять бульб у людей цветет а у меня не цветет я уже и сушу его что я с ним на только не делаю говорю на салат пущу а вот самый жалко хуже красивый когда-то меня цвел с 9 цветоносов и я все-таки надеюсь и буду надеяться каждый год что меня цветет прерву свои видео дальше продолжу во втором сюжете а